Мы увидели с моим другом, как он почувствовал запах, что горит. И мы побежали сюда. Пока ученики собирались домой после занятий, загорелась теплица. Когда-то в ней выращивали овощи, но потом забросили. Отключили электричество, воду и отопление. Долгое время пристрой пустует. Сообщение о возгорании поступило в районе в двух часов дня. Болтами я хорошенько закрепил. А сегодня я вышел туда в сторону магазина, посмотрел. Вокруг прошелся, вроде ничего нет, никого нет. В сторону магазина дошел, я обратно иду. В течение 10 минут уже дым такой густой валит. Работники школы не раз заколачивали окна и вешали замки на дверь, чтобы никто не пробирался внутрь. Дети начали шалить, постоянно начали заходить туда. Не только дети, но даже тут видели и взрослых людей заходили, что-то там делали, искали. Ну вот мы вчера... Стали закрывать, да? Мы уже сколько раз замки туда вешали и замки ломают. К счастью, никто из учащихся и взрослых не пострадал. Ученики школы предполагают, что здание могли поджечь их же сверстники. Нельзя лазить по заброшкам, потому что там есть бутылки, сбитые стекла. И все, можно упасть и что-нибудь сломать себе. Теперь дознавателям предстоит выяснить причину пожара. Что касается заброшенного здания, оно находится на балансе школы. Убрать его не так-то просто. Но именно это решение могло бы предотвратить повторные возгорания. И бывшая теплица перестала бы быть соблазном для мальчишек и бездомных. Светлана Шумкова, Фахри Исламов. Новости НТР.